Как в Таиланде найти и снять в аренду жильё? Не отель на пару недель, а что-то на длительный срок? Виллу, дом, квартиру или просто комнату? Я расскажу про несколько способов поиска жилья в Таиланде, то, что проверено на практике, и поможет вам быстро найти жильё в аренду за разумную цену. И я озвучу диапазон реальных ненакрученных цен для вашего ориентира. Удалённо, находясь не в Таиланде, можно легко найти и снять жильё на длительный срок. Но это кот в мешке по завышенной цене. Лучше увидеть место своими глазами, чем верить фотографиям. Можно обратиться к агентам-риэлторам, но в этом случае переплата может быть просто огромной. Да и не факт, что варианты вас вообще хоть как-то устроят. Посредникам стоит обращаться, если у вас нет времени и возможности на поиски жилья, и если не жалко переплатить. При самостоятельном поиске я рекомендую два действенных способа – онлайн и оффлайн. Онлайн способ заключается в поиске жилья в аренду через запрещенную на территории России социальную сеть на букву F. Там есть раздел Marketplace, где можно искать и просматривать различные предложения по аренде жилья. Если вы ещё не в Таиланде, то можете указать интересующий вас район Таиланда, например Пукет. Выбираем в левом разделе меню «Аренда недвижимости» и смотрим свежие объявления. Вот, пожалуйста, неплохая квартира за 12 тысяч бат в месяц. А вот дом с тремя спальнями, хоть и полностью пустой, без мебели, но всего за 10 тысяч бат. А эта квартира всего за 8 тысяч бат. Кто и ищет, то всегда найдёт. Также на Фейсбуке есть масса групп, где каждый день постят разные предложения по аренде. Их легко найти через поиск. Например, в этой интересной и уникальной группе есть предложения только на долгий срок и только по цене ниже 20 тысяч бат в месяц. По-моему, очень удобно. Есть ещё один полезный способ поиска жилья в аренду через эту социальную сеть. В Фейсбук-группах по аренде жилья или там, где всякие объявления типа «Куплю-продам», скажем, на Пукете, можно запостить своё объявление, расписав, что вы ищете и какие у вас индивидуальные требования к жилью. Например, очень трудно найти квартиру, чтобы там можно было жить с домашним животным. Указав, что у вас, скажем, есть кошка, вы будете получать предложение, где этот вопрос уже будет заведомо решён. И не забывайте торговаться, стараясь сбить цену. О том, какие цены считаются нормальными, я расскажу чуть позже. А вариант офлайн такой. Снимайте любой недорогой отель на первые дни, лучшее на неделю. И желательно уже в том районе, где вы собираетесь жить. Карта российских банков не принимается для резервирования отеля, но есть варианты. Можно использовать онлайн-сервисы типа «Островок» или «One Two Trip». Или на сайте booking.com найти отели, в которых можно оплатить проживание по приезду. После того, как доберётесь до отеля, сразу начинайте искать жильё в своём районе. На мотобайке, сами или с помощью друзей, а можно и пешком. Смотрите на объявления «Room for rent» – «Комната в аренду» и «House for rent» – «Дом в аренду». Даже если нет на здании таких объявлений, то можно спросить у тайцев, кто рядом. Они любят помогать в таких вопросах. Могут и телефон хозяина здания дать. Если совсем у вас плохо с английским, то используйте переводчик. Упрощённый словарик английского для вас. Комната по-английски – это «Room». Дом – «House». Вилла – «Вилла». А на тайский манер – «Вилла». Забудьте о правилах грамматики английского языка. Чем меньше слов, тем лучше вас будут понимать тайцы. «Heave free room» – «Есть свободная комната». «Heave free house» – «Есть свободный дом». Ну, как-то так. Ответы в тайском стиле. «No have» – «Нету». «Heave» – «Есть». Вам также могут ответить по-тайски «Tem», что переводится как «Заполнено», то есть ничего в аренду не осталось. А если есть, попросите показать. Спрашивайте, сколько за месяц, сколько депозит. Депозит обычно равен стоимости одного или двух месяцев аренды. Когда вы съезжаете, то эти деньги вам вернут за вычетом того, что набежало за свет и воду. Кстати, свет и вода могут быть уже включены в стоимость аренды, но при аренде на долгий срок обычно оплачиваются отдельно. Если использовать каждый день кондиционеры, то счет за электричество может выйти в районе 2-3 тысяч бат за месяц, а счет за воду – примерно 200 бат. В некоторых местах нужно еще отдельно оплачивать Wi-Fi интернет. Стоит около 300 бат и будет входить ваш ежемесячный счет. Узнавайте все эти подробности заранее. Договор аренды обычно заключается на один год. Если вам нужно на меньше срок, спрашивайте, могут и согласиться. Если надумаете съехать раньше срока, указанного в контракте, ваш депозит могут вам и не вернуть. Вы же нарушаете условия договора. Но часто, если по-доброму поговорить с владельцами и предупредить заранее, депозит возвращают. Как вариант, можно пересдать жилье другим на тех же условиях. Только не забудьте это все обоговорить с арендодателем. Что стоит проверить в новом жилье? Свет, кондиционер, слив и как работает вся сантехника. Проверьте, как быстро работает Wi-Fi. Насколько слышно улицу? Есть ли камеры видеонаблюдения, парковка? И вообще, как вам район и соседи? Итак, какой же депозон реальных цен на аренду жилья? Комната на одного-двух от 4 до 10 тысяч бат в месяц. Дом с одной спальней от 8 до 20 тысяч. С двумя-тремя от 10 до 25. Билла с тремя спальнями и больше от 30 тысяч бат и до бесконечности. Чтобы прикинуть, сколько это будет все в рублях, по курсу на время записи видео, цены в батах надо умножать на 2,3. При аренде на длительный срок цена сезона не зависит, имейте это в виду. А я уже много лет как снимаю небольшую комнату в Патонге, которая меня абсолютно устраивает, и плачу в районе 5-6 тысяч бат в месяц. Если вам удалось удачно снять себе жилье в Таиланде, буду благодарен, если напишите в комментариях, как вы нашли его, где и какое вы сняли жилье и за сколько. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если так, то поддержите видео, поставив большой палец вверх. Спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok